МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Территориальное общественное самоуправление появились в стране не так давно, но буквально за несколько лет движение выросло и укрепило свои позиции. В Ульяновской области с момента организации первых ТОСов в 2011 году их количество увеличилось в 60 раз и насчитывает свыше 300. Для развития и совершенствования системы по инициативе губернатора Сергея Морозова в 2016 году была создана Ассоциация ТОСов Ульяновской области. В 2016 году проходил первый съезд ТОСов Российской Федерации, и тогда наша делегация от города Ульяновска была приглашена на съезд, как раз Всероссийский съезд ТОСов. Проводила его как раз именно Лига ТОС, это Ассоциация ТОС Пермского края. В 2016 году наша ассоциация создалась. За время вот этого развития она признана одной из лучших, и как раз ТОСы Пермского края пригласили нас поделиться опытом. Для сравнения, в 2016 году в Ульяновской области насчитывалось 64 ТОСа, в 2018 количество увеличилось до 114, а число вовлеченных в движение жителей составило больше 166 тысяч. В 2019 году число людей уже превысило 171 тысячу на 189 ТОСов. На этот год в регионе действует 343 самоуправления, из них только 89 от общего числа находятся в городе Ульяновске, остальные в районах. С момента образования ассоциации количество ТОС за пределами Ульяновска выросло в 15 раз. Жителей вовлеченных в движение – более 230 тысяч. Эксперты федерального уровня отмечают, практика Ульяновска по развитию территориальных общественных самоуправлений – одна из лучших в стране. Поэтому в ноябре 2017 года ульяновцы вошли в общенациональную ассоциацию ТОС. Надо отдать должное, там есть очень много ТОСовских компаний, которые работают, ну давайте скажем так, не хуже, чем в других регионах. Мы наравняемся на них, советуемся, учимся от них и думаем, что в ближайшее время мы в Ульяновске обязательно проведем наши ТОСовские мероприятия. А это значит, что не только предложения региона были услышаны, но и проблемы начали решаться гораздо быстрее. ТОСы в Ульяновске – это тот инструмент, при помощи которого органы местного самоуправления города совместно с жителями решают многие жизненно важные вопросы. Среди них не только проблемы, но и развитие комфортной городской среды, содержание дворовых территорий, проведение спортивных и развлекательных мероприятий. Например, в Ульяновске на улице Звездной старанием местных жителей появился новый благоустроенный уголок. Ульяновцы его создали под патронажем ТОС. Место здесь нашлось симу и площадки для мини-футбола для подростков и качелям для деток помладше. Детский городок готовили всем микрорайонам. Жители убирали мусор, при поддержке местного ТОСа завезли грунт и песок, а народные умельцы самостоятельно сварили качели. А в поселке Белый Ключ ТОС «Родник» не только благоустроили дворовую территорию, но и создали большой парк на месте пустыря, заросшего бурьяном. Парк с красивым названием «Надежда» состоит из нескольких аллей. Аллея Славы, где расположен монумент Вечного огня, уголок Малышок для детей младшего возраста, каштановая аллея с арт-объектом в виде беседки Гончарова и уголок строителей, посвященный создателям парка. ТОС «Володарец» в Заволжском районе Ульяновска существует уже 9 лет. За это время общими силами и при поддержке местных властей жильцам удалось благоустроить придомовые территории и установить детские площадки. Удалось даже из заброшенного помещения сделать спортклуб. На сегодняшний день у нас уже проходят турниры по теннису среди дворовых команд нашего ТОС. Ребята с ТОС ближе к ближайших домов тоже участвуют. Изъявили желание сверх на террасе ТОСа участвовать. То есть мы всем рады, двери открыты. Благоустройство в Ульяновской области – дело, которое за последние 10 лет совершенно поменяло облик региона. Основная часть работы лежит как раз за ТОСами. Не один год в регионе реализуется ряд программ, которые финансово помогают самоуправлением. Одна из них – комфортная городская среда ТОС. Несмотря на название, участвовать в ней могут не только городские, но и сельские территориальные общественные самоуправления. К примеру, в ТОСе Алые паруса отремонтировали дорогу, сделали дополнительные подъездные карманы для машин, обновили освещение, установили лавочки и урны. В ТОС входит пять домов на улицах Пушкарева, Облукова и Московское шоссе. В густонаселенном квартале проживают почти три тысячи человек. Территория у нас большая, народа много, много пожилых людей, и которым, собственно, нужно как-то благоустроить вот это вот пространство, чтобы у них было место, где отдохнуть. За счет собственной активности на бюджетные деньги. Территориальное общественное самоуправление «Мостовая Слобода» стало победителем программы «Комфортная городская среда ТОС» уже второй раз подряд. В 2019 году за счет денежных средств восстановили ливневку на улице Звездной. На этой же улице расширили проезжую часть и установили бордюры. Я вот здесь 87-го года живу, вот, все идет в лучшую сторону. Вот построили детскую площадку у входа, потом тут асфальтируют сейчас, и зимой дороги стали намного лучше. На машинах ездят хорошо, а раньше было как-то вот, колья было, все было неудобно. Вот сейчас тротуар будет, дай бог, бог Аллах, вот, все будет нормально, думаю. Новые тротуары-бордюры появились и на центральной магистрали микрорайона. Кроме того, программа позволила закупить пожарный гидрант, колонку и водопровод. Своими силами жители докупили трубу и колодец. Таким образом, водопровод увеличился на 70 метров. Работа самоуправлений давно вышла за рамки благоустройства. Социальная, культурно-массовая и спортивная работа стали частью жизни и самоуправлений и всех населенных пунктов, где присутствуют общественные организации. Праздники, соревнования, а кое-где и восстановление учреждений культуры – дело рук жителей, объединенных под эгидой ТОС. Двор дома номер 90 по улице Рябикова по вечерам превращается в театральную студию. Под руководством опытного режиссера юные засвияжцы осваивают речевое мастерство, азы актерского искусства и занимаются вокалом. Местный ТОС «Волга» стал театральным первопроходцем благодаря стараниям руководителя самоуправления. Им удалось выиграть президентский грант на создание студии. Кроме этого, Ассоциация территориальных общественных самоуправлений не первый год сотрудничает с общественной организацией «Красный крест». Согласно подписанному соглашению, пройти обучение в «Красном кресте» может любой желающий. Нужно пройти собеседование, предоставить перечень справок и документов, но и самое главное – хотеть делать добрые дела и помогать. Я исхожу из того, что, чтобы заинтересовать людей, нужно самому о чем-то иметь сведения. В связи с этим и прошел курс «Молодой батья», чтобы с людьми, которым привлекаешь уже для обучения, уже рассказывать, что вот это вот здесь будет, вот такие вопросы рассмотрены. Кроме этого, ульяновские самоуправления вошли в реестр поставщиков социальных услуг для населения. К примеру, в микровине «Мостовая» в правом крыле местного дома культуры с успехом работает пункт здоровья. Старый медпункт еще несколько лет назад из-за аварийной ситуации в здании аннулировали, а новый так и не построили. Жителям «Мостовой» приходилось ехать в городскую поликлинику пять километров пути, чтобы просто измерить давление. «Первую поликлинику надо было. Иногда вот и заболеть, и не пойдешь, потому что там еще больше народу просидишь, времени потеряешь, как говорится. Врачи тоже обслуживают долго, потому что надо каждого выслушать, каждого это. Пациентов много везде. Вообще подружились с девочками, так будем называть их. Они сейчас девочки стали после лечения. Летают прям они у нас, не ходят, а летают. Танцевать будем? И танцевать. Мы танцевали. Собираемся, беседуем. Мы танцевали. Далее же будем производить чаепитие, различные мероприятия, вязания, игры, например. Руководителям местных ТОСов необходимо развивать не только улицы и поселки, но и свои профессиональные качества. А уж пользоваться компьютером им просто необходимо. Отчеты для ЖКХ, ходатайства и заявления. Вся бумажная работа происходит в электронном виде. А учитывая то, что самоуправлениями заведуют в основном люди почтенного возраста, появилась острая необходимость в курсах информатики. Я пришла сюда, знаете зачем? Сделать презентацию. Да, я умею там, но не получается. Я не могу запомнить. Вот это я хочу сейчас здесь отдрать, выучить. Работают вместе, отдыхают тоже. Дни соседы, празднования Нового года, масленицы или просто пикники. В 2019 году в Засовьяшском парке «Семья» ТОС и регион отпраздновали свой профессиональный праздник концертом и спортивными состязаниями. А заодно и наградили благодарственными письмами и подарками лучших своих представителей. Поощрили за благоустройство, за массовые культурные мероприятия. Наш ТОС развивается не только спортивными мероприятиями, но и культурными, как в православных праздниках Петра и Февронии, в семейных праздниках, то есть это День семьи, любви и верности, новогодние праздники. То есть мы очень активный ТОС. А во втором по величине городе области Димитровграде прошел первый региональный фестиваль ТОСов «Культура Поволжья». Мероприятие, на которое съехались представители практически всех территориально-общественных самоуправлений, получилось ярким праздником, оставившим приятное впечатление у жителей. ТОС у нас организован с осени, а с марта месяца при ТОСе организована группа «Посиделки на заваленке». Вот она перед вами. Руководитель группы Супрун Лидия Леонидовна. Наша группа, основная ее задача – это мы ходим по бабушкам, которые старенькие уже ходить не могут, поздравляю их с днем рождения, с юбилеем, то есть дадим самодельные подарки им, то есть там наш репертуар такой, бабушки очень довольны. Никуда без спорта. В прошлом году ТОСы провели самый массовый хоккейный турнир. Первенство города среди дворовых команд территориальных самоуправлений. Ведь спорт – это не только для профессионалов. Важно прививать любовь к здоровому образу жизни с молоду. Поэтому турниры по хоккею, волейболу, баскетболу стали для ТОСовцев традиционными. Получать помощь от правительства региона, благоустраивать территории – этому ульяновские ТОСы научились. Ульяновск во многом стараниями общественников-благоустроителей становится все краше. И останавливаться на достигнутом никто не собирается. В 2020 году в конкурсе фонда президентских грантов поучаствовали и ТОСы. 13 самоуправлений из 9 муниципальных районов получили гранты на общую сумму около 6 миллионов рублей. Финансирование поможет им в реализации проектов по поддержке спорта, патриотического воспитания и социальной помощи гражданам. Проект показал, что в селе есть необходимое, более необходимость создавания как раз ТОС. Потому что ТОСы многие сравнивают как с колхозами. Колхозы развалились, больше занять нечем. И вот сейчас благодаря ТОСам делается очень много. Во-первых, делается благоустройство территории, проводятся праздники, проводятся мероприятия. Ассоциация ТОС Ульяновской области – это команда активных неравнодушных жителей, которые стремятся совместными усилиями решить проблемы своего дома, улицы, микрорайона и села. Ульяновская область сейчас лидер Приволжского федерального округа по количеству таких объединений. По России у нас второе место. Ассоциация ежедневно оказывает методическую, бухгалтерскую, юридическую и прочие виды помощи ульяновским ТОСам.